Друзья, добрый день! Друзья, пока мы не вышли в эфир, пока мы так между собой разговаривали, стоит или не стоит ругаться матом. Так что, не знаю, мне кажется, всяких сюрпризов можно ожидать, потому что Текила, по-моему, сказала, что в этом ничего такого плохого нет. А я вообще русская. Да, по-моему, нормально. Нормально. Мне кажется, для русского человека эмоциональность – это нормально. Да, то есть, я правильно начала эфир, надо ругать. Ну, посмотрите, если здесь бы, конечно, были бы дети или, наоборот, очень взрослые люди, то мы бы могли бы себя сдерживать в руках. А так как мы находимся в такой отличной атмосферной обстановке… Но, если честно, вот в этих стенах с этими колоннами и в этом прекрасном эдуаре, я как-то, ну, не знаю, я не готова. Слушай, ну, мне кажется, хоть ты и сказала, я русская такая, и душа у меня широкая, я тем не менее слабо себе представляю, что ты можешь ругнуться. Ты для меня такой идеал, знаешь, такая правильная девочка. Но, на самом деле, так оно и есть, на самом деле. Слушайте, я, знаете, хочу с чего начать. Давайте вообще объясним, у нас текила – это такой некий бонус, мне кажется, для твоих поклонников, но, собственно говоря, уже для поклонников Фиктори, мне кажется, после того, как вы творчески так воссоединились, у вас поклонников удвоилось, как у тебя, так и у тебя. Не, у меня, наверное, в 10 раз больше стало, а Вики так… Ну, ты же не зря, я поняла. Маленький плевок такой. Спасибо, что назвал своих поклонников плевком. Нет, ну ты понимаешь, о чем я. То есть, по масштабам, если уж так смотреть, Вики на 250 тысяч в Твиттере и мои 17, они действительно… Ну, раз, ты измеряешь… Главное качество. Ты измеряешь аудиторию поклонников именно в количестве фолловеров в Твиттере. Ну, это важный момент. Друзья, я вам хочу сказать, что вообще у нас основное количество вопросов, это, конечно, Виктория, потому что, я говорю, текила такой бонус, она такая сладенькая для вас. Поэтому, друзья, давайте, пожалуйста… Я могу просто здесь красовать. Давайте не расслабляйтесь, задавайте свои вопросы, у вас есть уникальная возможность делать это прямо сейчас. Очень надеюсь на вашу активность. Друзья, я повторяю свой вопрос, почему вы вместе, почему? Что вас соединило, собственно говоря? У нас… Слушайте, я не пойму, почему Вика задумалась на эту тему, так вот подняла глаза. А я рядом с мужчиной, поэтому он может отлично объясниться за меня. Давай, мужчина. У нас прекрасная творческая кооперация. Какая? И хорошие дружественные отношения. Соседские? Соседские. Мы действительно живем на одной улице. Так. Да. И давно это, или вы после того, как спели вместе? Нет, мы узнали об этом совсем, ну, относительно недавно. Мы узнали об этом после того, как мы уже спели. Да, по-моему, даже когда уже клип сняли, мы потом выяснили, что мы живем по соседству. Да, и забавно. Ну, а… И заказываем по ночам еду из одного и того же места. Слушай, много общего. Ну, кто инициатор-то вашего дуэта все-таки? Смотри. Я поняла, что тебя сегодня во всех… Во всех… Кто? Все вопросы к бонусу. Сейчас мы, подожди, дойдем до каких-нибудь каверных вопросов. Ты можешь говорить, я думаю, что это Килл за меня. Да, да. А я готов уже, в принципе, выступать в качестве, там, телохранителя, адвоката, напарника по сцене, в принципе, соседа, друга. Ну, можно перечислять бесконечно. Окей. Так, я думала, там дальше противопадет продажение. Саш, объясни мне, пожалуйста, откуда-то у тебя такая любовь к женской половине нашего шоу-бизнеса. У тебя очень много дуэвов. Мне кажется, что… Что это? Вот у кого нет этой любви, им не задают эти вопросы. Наоборот, пусть так и будет. Вот пусть лучше такие создаются дуэты. Мне кажется, это правильно для рэп-исполнителя. В принципе, это такая культура, которая подразумевает под собой наличие дуэтов разных, коллабораций. Поэтому мне кажется, что когда мне предложили сделать этот дуэт, для меня он был абсолютно, ну, как сказать, логичен, что ли. Но это не просто, когда девочка-певица хочет петь дуэтом с какой-то певицей или певец с другой девушкой. Мне кажется, у нас вполне полноценный дуэт. Мне кажется, гармонично вообще все вышло. Не, у вас все отлично вышло. Я думаю, что в скором времени мы сейчас увидим, да? Пока. Что-что? Так, пока нет у нас возможности. Посмотрим, на тебя мне скоро будет. А по какому принципу ты выбираешь себе девушек? Ну, понятно, что ты визуально такой чистый. Я могу сказать честно, что иногда это происходит абсолютно случайно в каком-то общении. В ситуации с Викой была песня. И, наверное, Вика является единственной девушкой, не то что в России, а в принципе в СНГ, которая действительно обладает очень прекрасными данными вокальными, которые она исполняла и вживую эту песню. И когда мы записывали, она действительно показала, наверное, всю свою мощь того, что у нее есть. Хотя, наверное, еще чуть-чуть ты приберегла, да? Я не все сразу свои карты выдаю. И я, когда услышал эту песню, я понял, что Вика – это единственная девушка, которая может ее спеть. Вика – это единственная девушка, все. И здесь точка. А дальше задумывайте сами, друзья. Мне показывают такой вот знак, который обозначает то, что сейчас мы будем наслаждаться видео совместно от Виктории Дайнека и от Текилы. Правильно я понимаю? Смотрим. 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 А я понимаю, что вы замахиваетесь, в общем-то, как-то покоритесь на Европу. Может быть, там Евровидение, что-то еще, я не знаю, или нет. Грэм и получ dealing. Пойдем на Евровидение? Пойдем. Это так и memx, да? Нет, кстати говоря, очень много людей написали. У нас песня вышла, можно сказать, по-моему, чуть-чуть после Евровидения или во время Евровидения. Ну, имеет что отборочного конкурса в России. Нет-нет-нет, одновременно не знаю, не помню. И мне, например, много людей писали, что мы должны доехать на Евровидение. Это, конечно, прикольно. Что касается Запада, то я лично отношусь скептически как-то к этому. Просто песня очень хорошая на английском языке. И Вика знает английский лучше, чем я раз в 10. У него вообще нет акцента. У меня есть какой-то специфический славянно-русский акцент. И он пришелся по душе. Друзья, я предлагаю приступить к вопросам, которые поступают к нам в прямом эфире. Ну все, я тогда отстраняюсь. Нет-нет-нет, душа моя, я прямо вопрос хотела тебе задать. Ты не расслабляйся, пожалуйста. Ты единственный мужчина. Мы две красивые и слабые девушки. Ну так, с виду слабые, да? Брюнетки и один блондин. Мы хотим, чтобы ты до себя весь удар принял. Хочу знать, пишет нам наша читательница. Ребята, привет, ты Кила. Тебе нравится Дайнека как девушка, я имею в виду? Ну, хорошо. Ну, конечно, нет. Сделать вид, что он не слышит. Конечно, нет, он сказал. Нет, нет, нет. Я могу сказать так, что безусловно, изначально я не был знаком с Викой. Я был знаком с ее творчеством. Но после того, как мы скоопилировались и начали общаться, то действительно она мне импонирует как непосредственно товарищ, друг, как девушка. Просто у нас есть какие-то в чем-то схожие взгляды на жизнь, в чем-то не очень. Например, мы соседи тельцы. Тельцы, секретами мастерства преподавать вокал желающим. Ну, к сожалению, в отличие от Саши Валакировой, я не имею никакого музыкального образования, поэтому поучиться еще мне стоит. Я думаю, что у меня все впереди. Но, в принципе, я не считаю, что я могу быть педагогом, потому что я звукорежиссеру-то не могу объяснить, что мне нужно от звучания на сцене, что уже говорить о людях, которые хотят узнать, как, ну, от меня, как, по-моему, нужно петь. Потому что для меня это до сих пор загадка. Это то, что я просто так живу, а для кого-то это даже не совсем правильный метод. Кстати, что касается обучения, то Вика точно может дать прекрасные уроки больно-танцы. Ну, нет, уже, к сожалению, хотя нет, с Сашей Валакировым однажды, сидя дома, нам было скучно, мы решили заняться балетом, и я вспомнила то, что я, ну, 6 лет посвятила этому, и мы с ней немножечко, да, включили видеоуроки, я и поправила все правильные позиции, чтобы все было. Вот, но на самом деле, я думаю, что лучше учиться пока, пока мне 25 лет, а потом... И надо было вздохнуть как-то, 25 лет, боже мой. 25 лет, но я думаю, что у меня сейчас впереди, и я еще хочу даже в институт поступить, если честно. Слушай, ну ты скромница такая, да, человек, который, значит, у тебя две победы на фабрике, да, получается, фабрика возвращения ты победила, а фабрику, не помню, какая она... Пятая. Пятая победила, и сидит скромничая, мне кажется, тебе повезло. Конечно. Нет, это не значит, что я считаю, что самая классная девчонка на свете. Самая лучшая, самая красивая, с величайшим голосом. Наконец-то. Сейчас мы просто выйдем отсюда, и вот там был фуршет, когда мы проходили мимо, нам придется минут 30 просто слушать Вику. Да. Что обычно бывает. Вик, я не могу тебя не спросить про фабрику, которая сейчас идет, Россия, Украина, как там обстоят дела, в общем, как ты ощущаешь себя, и вообще, если честно, я вот не поняла, зачем тебе это надо, потому что, мне кажется, уже всем все доказала вроде, но тут решила за честь страны. Да, это даже не за саму себя, можно сказать, а за нашу страну. Ну, на самом деле, это безумно интересный проект в плане того, что сам факт соревнований мне не нравится, но мне нравится то, что в этом проекте ты как-то мобилизуешься, показываешь себя, и плюс у нас отличные соперники команды Украины. Они потрясающе талантливые ребята, я ими всеми искренне восхищаюсь, Максом Барским, Стасом Шуринсом, мальчики Диафильмы, все такие в моем вкусе, что даже однажды Максу Барских я пришла и сказала, давай поженимся завтра. Но он, к сожалению, мне отказал. Ты не единственная, я тоже говорила ему об этом, прямо в прямом эфире, потому что ты действительно очень прекрасный парень. Ну, он очень талантливый парень, да. Все проходит мимо меня. На самом деле, это безумно интересный проект для меня. Мне там очень нравится. Сколько уже эфиров прошло? Два. Два эфира, а всего будет четыре, да? Да, всего четыре. Не настолько долгоиграющий проект, как была фабрика. Кекила, ты болеешь за Вику? Я всегда болею за Вику. Всегда болею за Вику? У нас жюри все решают. Жюри, то есть нет зрительского голосования? Нет, ни зрительского, никакого голосования. Ты тут не сможешь отправлять из СМС. Ну уж поверьте мне, я с жюри тоже там. Так вот, кто виноват. Давайте вопросик прочитаю от Ксении Минска. Она пишет, Вика, скажи, пожалуйста, а, ну ты уже сказала, в общем-то, кого из украинских участников ты считаешь самым сильным, чьё выступление тебе запомнилось больше всего, какое выступление своих номеров ты считаешь лучшим на этом шоу, и какой конкурсный день был самым интересным. Боже мой, я не знаю, как это всё сгруппировать. Давай выделим лучших среди Украины и лучше твой номер, как тебе кажется? Ну, я как-то обделила украинских девчонок, Эрику и Еву Бушмину, но как-то я девочка, поэтому мне больше нравятся парни. Макс Барский. Я как бы очень болею и за Макса Барских, и за Стаса Шуринса, потому что когда была его фабрика звёзд на Украине, я пела с ним дуэтом. Вот, то есть для меня он тоже такой... Я его как-то с самого начала его карьеру очень полюбила. Он очень хороший парень при всём при этом. Вот, и они, наверное, мои такие любимчики, что ли. А что касается всего остального, то я не знаю, мне сложно выделить какой-то конкретный день. Это всегда, ну, как-то необычно. Следующий у нас номер будет с Потапом и Настей. Ещё и песня «Чумачечья весна». Признаюсь честно, как бы я никогда не была поклонницей подобного рода песен, но ребята настолько заразительны своей энергетикой, и когда действительно... Эта песня, она действительно какая-то магическая. Они говорят, ты не представляешь, Вика, с ней нам всегда везёт. И они меня обманули. Вот, песня действительно очень позитивная. И вообще, в принципе, я считаю, что этот проект, ну, он какой-то очень всё-таки больше позитивный. Там мало очень негатива, очень мало такой неприятной критики. Жюри очень лояльные. Ну, не знаю, одну участницу не то, что засудили по поводу её вида. Заругали? Да, наругали. Не помню, как зовут украинская. Слишком уж не понравились жюри шорты. Что-то такое там было облегающее. А я считаю, что украинская команда вообще отлично одевается. Особенно Ева Бушмина и её номер «До свидания, мама», когда она была в прекрасных сапогах-чулках, чуть ли не с такими подтяжками и в шикарном платье. Нет, я считаю, что они отлично выглядят. Ну, а глазам Эрики я очень завидую. И тут я хочу обратиться к текиле. Поскольку ты в очках, я вообще не понимаю. Твоё состояние сигнализирует нам. Простите, что сейчас было, я просто спал. Вопрос, Деминика, задаёт текила. Может, тебе тоже на фабрику звёзд пойдёшь, если будет кастинг? Если только сначала на Дом-2 схожу. Ну, а что у тебя? У тебя уже там есть знакомство? У меня уже туда, куда меня звала Оля Бузова, и сюда меня зовёт или не зовёт ещё. Ну, в общем, нужно постепенно. Ну, то есть, в общем, сколько... Я, если быть честным в своём ответе, я никогда не отказываюсь от хороших, достойных предложений. Если будет какое-то предложение, я, естественно, его обдумаю и приму решение. Ну, у тебя был один достойный проект, насколько я знаю, «Жестокие игры», да? Да. «Жестокие игры». Отличный проект. Как ты остался жив после этого? Я смотрела... Да нормально, мне настолько понравилось, что мы сейчас снимались и в больших гонках. Не, ну, моей мамы с папой, мы вместе, кстати, смотрели выпуск, где Саша мужественно боролся за свою победу. Даже моей мамы с папой высказали, так сказать, респект за суперспортивную подготовку Саши. Ребят, здесь поступают вопросы личного характера, текила. Я не знаю, как ты будешь реагировать. Можно задавать такие линии? Мне нравится, как... Я уж, вы знаете, в силу последних событий боюсь вообще. Так, так. Давай, что-то связано... Тут спрашивают про расставание. Это можно спрашивать или нет? Мне не дали ценных указаний как-то. Нет, давайте. Да? А Марианна интересуется, текила, почему вы расстались с самым лучшим человеком мира, Ольгой Руденко? Планируешь ее возвращать? Мы по-прежнему вместе. Опачка. Так что, собственно... Но Оля является моим продюсером. И у нас с ней отличные деловые отношения. И дружественные. И больше, чем дружественные. В общем, я думаю, друзья, вполне себе такой исчерпывающий ответ от текилы. Юль, ребят, я читаю все, что вот я... Видят мои глаза просто. Потому что в таком потоке вопросов очень сложно ориентироваться. Ольга спрашивает. Виктория, вы отслеживаете голосование 100 самых сексуальных женщин из страны? Когда вы... А, и спрашивают тебя, собираешься ли ты раздеваться для какого-то мужского журнала? Нет. Опа! Да ну слушайте, мне кажется, вы больше... Шутка. На самом деле, я с детства мечтала быть фотомоделью. То есть у меня не было мечты быть балериной, несмотря на то, что в то время я ею пыталась стать, и я начинала петь, тоже у меня не было мечты стать почему-то певицей. Я реально мечтала стать фотомоделью. А, как известно, в фотоискусстве самое сложное – это раздел new. Что сделать это красиво и при этом эротично. Не пошло, что самое главное. Поэтому я участвовала не раз в фотосессиях для мужских журналов. Не могу сказать, что вот прям сегодня или завтра я готова это сделать, но, в принципе, я никогда не была против этого. И если там мне предложат, я, возможно, даже соглашусь делать это снова. Такила, ты видела фотографии, Вики? Нет, надо по-другому спросить. У тебя есть мои фотографии? Ну, есть парочка, собственно говоря, сейчас я их смотрю. Так, что еще нам пишут? Олесик пишет. Привет, ребята, скажи, чем вы любите заниматься в свободное от работы время? Вот такой неожиданный вопрос. Кроме прогулок по улицам, храпения в кровати и поедания всяких сладостей. В общем, как вы любите проводить свое время? И хотела бы, Вика, поучаствовать в жестоких играх. Я в жестоких играх уже участвовала, но хочу снова. Олесик, ну что ж так вы не отследили-то это? Ну, я была, кстати, просто в самый первый его год этих игр, поэтому, наверное, не успели отследить, но я бы с удовольствием повторила поездку в Буэнезаирес и эти веселые красные шары, которых я испугалась, и в итоге проиграла состязание. Я представляю, как ты летала. Не знаю, сколько в тебе веса, но я представляю, как твоя маленькая хрупкая девушка. Проблема в том, что иногда все-таки есть какой-то, наверное, у меня инстинкт самосохранения, поэтому когда встреча какой-то один из своих страхов, например, прыгать в воду или на большой шар, я начинаю теряться, в отличие от Саши. Друзья, вот, честно, я подумал, что жестокие игры – это фигня. Когда я там оказался, я понял, что это далеко не фигня. Я подумал, что история с быками – это вообще ерунда. И, ну, скоро там осенью, по-моему, будут показывать, я там такие сальто выдавал вообще. Ну, я смотрю, ты ничего не сломал. А, сломал. У меня была проблема с почкой. Мне просто бык проткнул, не проткнул, а ударил меня в спину очень сильно. И, в общем, я думаю, что люди там все увидят. Вопрос, Саш, тебе сладкое, тебе пишет. Ох, ты как подписалась читательница. А почему ты занимаешься музыкальной карьерой, и кто тебе помогает в продвижении? Вопрос такой. Начал я заниматься, потому что душа попросила. Что-то мне прости, я перебью. У тебя душа просила, у тебя образование вообще не музыкальное поможет, да? Вообще не музыкальное. У тебя душа просила. Я посвятил свою первую песню любимой девушке на тот момент. Она выложила эту песню в интернет. Она как-то набрала какое-то количество, я не знаю, просмотров, скачиваний. И меня стали просить люди сделать еще. Я ничего не делал только до тех пор, пока я не расстался с ней. Когда я расстался с ней, я посвятил песню нашим отношениям тому, как мне плохо. И эта песня собрала вообще тысячи какие-то там скачиваний. И как-то все это закрутилось, я понял, что мне это нравится в первую очередь. Нравится это определенному количеству людей. И в один момент я понял, что интернет истории для меня достаточно мало становится. И начал образовывать какую-то команду, в которой и есть ранее упомянутая Оля Руденко. Еще достаточно количество людей, которые отвечают за саунд-продюсирование, еще что-то. В общем, самое главное – это делать то, что тебе нравится и собирать свое там какое-то комьюнити общество. Вопрос у нас для Вики. У нас с вами, по-моему, 5 минут остается. Я правильно? Как-то у нас время ответить быстро, друзья. Заболтались. Вопрос от Дарины. Да, Вика, в Твиттере вы писали, что собираетесь на учебу в Англию. Как вы будете совмещать учебу и карьеру? К сожалению, учебу в Англии мне пришлось отложить на какое-то время. Нет, на самом деле в Англии мне хотелось только лишь получить сертификат TOEFL для того, чтобы можно было в будущем поступить, получить образование в Европе на основе английского языка, потому что это как бы одно из основных условий для поступления знания английского. Потому что я не настолько хорошо знаю французский и вообще не знаю немецкого. Хочу я учиться либо во Франции, либо в Германии. Поэтому это было просто так, для повышения квалификации, скажем так, английского языка. Вот, но не знаю, когда это можно осуществить, но я надеюсь, когда-нибудь все-таки. Вопрос у нас для Ляли. Ой, господи, для Ляли. Что я тебе вопрос отдаю? Ляля, простись. Лялечка. Она присутствует в нашей студии незримо так, друзья. На самом деле вопрос для тебя. Как ты думаешь, какого содержания? Да все лично, все лично. Женись на мне? Да, у нас в принципе, я удивлена, что тебе очень мало вопросов. Обычно просто, как у тебя на личном фронте и так далее. Но у нас сегодня ты отдуваешься по этой части. А Ляли тебя спрашивает, как на личном фронте там вроде бы все ничего. Хочешь ли ты семью? Переживает за тебя. Каждый человек хочет семью. И более того, я... Ну, это же 23 год тебе всего. Да, но я дорожу, в первую очередь, той семье, которая у меня есть. Это близкими и родителями. А что касается того, что у меня будет в будущем, когда она появится, то, естественно, я буду себя отдавать на все 100%. Вот так-то. Я думаю, что девушки, которые мечтают о тебе сейчас... Уздохнули. Я ужасен. Ты ужасен? Конечно. Вик, он ужасен? Да. Просто отвратительный. Я не знаю, как из-за мужчины. Не общайтесь со мной. Ну, на самом деле, да, они за эфиром так общались, если бы вы только видели. Что тут творилось? Вот фингал. Побили всю посуду, да. Вы знаете, что там вот по ту сторону камеры. Поэтому Саша Мачкас... У меня вообще фингал здесь. Рыжиап у нас спрашивает. Рыжиап. Мне кажется, это твой вопрос, это ты подписался. А почему ты сама не пишешь тексты к песням? У тебя ведь прекрасные стихи получаются. Может быть, стоит попробовать? Я на самом деле люблю писать, но, к сожалению, не в стихотворной форме. У меня как-то так мысли в очень большом количестве и в такой классической форме выражаются. Потому что я с детства веду дневники. Поэтому, наверное, я редко пишу песни, но иногда это случается. Единственное, что я все-таки исполнитель по большей части. Я крайне редко пишу сама. Только тогда, когда это действительно какое-то серьезное вдохновение. Но как-то в последнее время меня не находило, наверное, не встречало такой любви, которая бы меня, наверное, вдохновляла на это. Потому что, как правило, во всем виноваты мальчики. Во всех стихах хороших тоже. Вообще не во всем. Вот, да, но как-то, видимо, в последнее время либо я стала совсем бесчувственной, либо мальчики попадаются не те, что, ну, не пишутся никак. Друзья, у нас остается буквально считанные минуты. У вас есть уникальная возможность задать свой вопрос. Пожалуйста, не упустите его. Мы можем еще посидеть в прессе. Ты, Соли, вы никогда не дорожите. Да, действительно. Два часа с календыки. Нет, если, конечно, сейчас у нас подключится к нам 100 тысяч человек, то мы еще посидим немножко. Давайте. Так, в общем, здесь самая старшая, как говорится, не странно, значит, и самая главная я, поэтому, к сожалению, несколько минут нас ограничивают. Спрашивают наши читательницы. Виктория, какой роль в становлении вас, как артистки, сыграл ваш отец? Мой папа, в принципе, в становлении, как артистки, сыграл очень важную роль, когда мне было, наверное, года два. У него была своя дискотека, он был у меня, папа, модный диск-жокей. И когда я была маленькая, естественно, мама с папой проводили там практически все время. Я танцевала на барной стойке. В моем доме было такое количество музыки, что, я не знаю, любой человек бы мне позавидовал. И самые лучшие музыки. То есть музыкальный вкус, любовь к музыке ко мне изначально привели родители, потому что музыки в нашем доме было всегда очень много, очень хорошей. Мои любимыми певцами на то время была певица Шаде, Принц и группа Кармен. То есть тогда твои родители, можно сказать, были стилягами. Да, мои родители были очень модными ребятами. Ну и я, собственно, тоже как-то не отставала, пела, танцевала, всегда делала с огромным удовольствием. В общем, большое спасибо за то, что у нас есть Виктория Дайнека и ее прекрасным родителям. Что у нас еще здесь есть? Ирунчик спрашивает. Я этот вопрос, пожалуй, вам двоим адресую. Недавно по всей России отгремели выпускные. Какой был выпускной бал у вас, чем особенным он запомнился? И общайтесь ли вы с бывшими одноклассниками? Особенно мне хочется услышать ответ Текилы, какой у тебя был выпускной. Я могу сказать, что я общаюсь с большинством моих друзей, это мои одноклассники. У меня прям сохранились какие-то очень хорошие отношения с ребятами, с девчонками. Самое смешное, что было на выпускном, это что на моем выпускном выступал в качестве диджея часов 7 или 8 играл диджей Смэш, который был уже достаточно популярный в узком кругу в тусовке именно московской, но не набрав еще таких широких, я не знаю, популярностей. И потом, когда мы уже просматривали какие-то фотографии, я даже не придал этому значения, и совсем недавно, где-то полгода назад, я смотрел и подумал, это же диджей Смэш. Я ему отправил эту фотографию, он вообще офигел. Так что такие ситуации, совпадения бывают. Вик, у тебя что? Поэтому, наверное, спустя только 3 года я надела то же самое платье и спела на выпускном на Красной площади для других уже выпускников. А вообще я в день своего выпускного приехала поступать в Москву в устроенно-джазовое училище, но вышло так, что прослушивание назначили на тот день, когда мне сказали, что меня уже взяли на фабрику «Звезд 5». И так все, собственно, началось. Но, с другой стороны, у меня был хороший выпускной на фабрике «Звезд 5», когда я еще и мудрила стать победительницей. Ну что, друзья, буквально два вопроса у нас последних. Екатерина спрашивает, все, текила, все поближе и поближе. Ставит свои длинные чудесные ноги, подбирается. Тут, с одной стороны, Вика, с другой, я как чудесно. И Ляля еще. Ляля не дает. Наша подруга. Да. Боже мой, вопрос. Екатерина Максимова спрашивает, Вика, а в будущем ты не планируешь перебраться за границу? Ну, как, например, Боня. У меня есть мечта попутешествовать, но для меня пребывание в том или ином месте на 2-3 дня или даже неделю ничего не значит. Мне хочется пожить жизнью этих людей. Потому что это просто, на самом деле, мне, наверное, любопытно. Поэтому я пожелала, наверное, полгода во Франции, может быть, в Италии, или в Испании, или в Англии, или в Америке. Просто для того, чтобы, наверное, набраться какого-то культурного опыта, что ли. Ну и, на самом деле, чем дальше я от нашей страны, чем дольше я нахожусь на гастролях где-то в Европе, или еще где-то, я понимаю, насколько я русский человек, насколько сильно я люблю нашу страну. Потому что везде хорошо, а дом – это святое. И как бы сильно не ругали нашу страну, сколько бы ни было у нас недостатков, по сравнению, может быть, с другими продвинутыми европейскими странами, но там, по-честному, очень скучно. Здесь хорошо и уютно, и по-домашнему. Согласен. Вот на этой прекрасной ноте, друзья, мы начали с того, что, да, все мы такие русские. Наш богатый русский язык. А на этой прекрасной ноте я хочу, чтобы вы что-то пожелали тем, кто задавал свои вопросы в прямом эфире, за что, друзья, огромное вам спасибо. Вы уж простите, время эфира ограничено, поэтому не все мы их зачитали. И, естественно, тем, кто будет смотреть нас потом. Что хочется сказать? Да, правильно, правильно, на мужчину все стрелки переводят. Я думаю, что все те, кто хотели задать еще какие-нибудь вопросы, и лично я, например, открыт для общения в интернете, в том же Твиттере, а пожелать, что хочется, это самое главное, не зацикливаться, наверное, на каких-то своих переживаниях. И если что-то не получается, нужно все равно идти к своей цели. Потому что было несколько вопросов, например, адресованных к Вике, и как она добилась там, тем, кем она сейчас является, какие помогали родители, а Вика отвечала. Я думаю, что каждый человек должен в своей жизни искать только позитив и положительные стороны, как-то развиваться в этом, и все получится. Да, главное иметь мечту и цель в жизни и прилагать максимум усилий для этого. Тогда, я думаю, что настроение будет всегда хорошее. И главное никогда не опускать руки, верить в себя, в свои силы, в свое светлое будущее. Тогда все будет так, как надо. Друзья, вы отличные, гармоничные, очень дуэтно. Вас приятно смотреть, с вами приятно общаться. Спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Спасибо. И все-таки не было того самого мата, о котором мы говорили. А, вот мне показывают, что вот в эту камеру нужно говорить. Друзья, и еще раз спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что Вика Дайнека, которая на моей памяти, по-моему, третий раз, да, ты у нас в гостях, так вот, так сразу не вспомнишь. Я надеюсь, что ты к нам еще придешь, ну, может быть, с новым молодым человеком, с которым ты споешь в дуэте, а может быть, с текилой у вас будет продолжение, знаете, что называется продолжение банкета. В любом случае, мы будем рады вас видеть. Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие друзья, и всего доброго. Пока.